Bonjour, chers amis! Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем с вами первую часть. Сначала я все это произношу, далее даю свой комментарий, и после начинаем уже произносить вместе. Будем работать с вами и над произношением, и над интонациями, чтобы вам было максимально комфортно. Есть фразы, которые вам нужно только распознавать, конечно, потому что вы их сами сначала не произнесете. Это курс для новичков, но все равно в любом случае мы будем учиться их произносить, потому что чем лучше вы их произносите, тем лучше вы будете их и понимать, потому что наша проблема не только ответить и сказать что-то, а иногда и понять, что нам говорят. И вот здесь я выбрала 101 фразу, которые самые потребительные, которые мы можем встретить на каждом шагу, и вы будете их слышать. Давайте начнем с первой. Прочитаю, пока вы попробуйте привыкнуть к этому произношению, потом переведу. Bonjour, bonsoir, salut, au revoir, à bientôt, bonne journée, bonne soirée, bon séjour en France. Monsieur, madame, messieurs, mesdames, mademoiselles, comment allez-vous? Vous allez bien? Tu vas bien? Comment ça va? Переводим. И даю комментарий. Bonjour – это добрый день, доброе утро. Там нет такого доброго утра, как у нас, прям со словом утро. Сразу с утра мы говорим bonjour. Bonsoir – добрый вечер. Это приблизительно с пяти часов вечера уже можно произносить. Salut – это и когда мы приходим, и когда мы уходим, мы можем сказать salut тем людям, с которыми мы хорошо общаемся, в основном на «ты». Вот, то есть, близкий salut, salut, молодёжь так говорит в университетах и так далее. Au revoir – это до свидания. Тут прям au revoir, voir – это видеть, revoir – ещё раз. Au revoir. Дальше. Bonne journée и bonne soirée, конечно, скорее всего, в начале вам будет трудно это говорить. Я предлагаю вам, если совсем начинающий уровень, то начать с au revoir, выучить его хорошо и потом дальше уже расширять. Но всё равно, bonne journée вы можете услышать. Это говорят, например, утром или даже в первой половине дня, то есть, желая хорошего дня. Например, с утра или с отеля вы будете уходить, и вам будут говорить bonne journée, то есть, проведите хороший день. Хороший год дня в русском мы говорим. Bonne soirée обычно говорят, если, например, вы уходите откуда-то в пять уже вечера, к вечеру, вам говорят bonne soirée, проведи хороший вечер. Вот так. Дальше. Bonne soirée en France. Вы можете это услышать, например, часто говорят так таксисты, или, например, говорят так на... когда по граничном контроле. Bonne soirée. То есть, soirée – это времяпрепровождение. И вам говорят bon soirée, хорошо проведите вот эту вашу поездку. Это может быть в отеле, это может быть вообще в стране, но это слово вы будете слышать. Дальше. Monsieur – это господин, госпожа, и там дальше дамы и господа. Нам кажется, что это странные слова. Там они употребляются всегда. Мы сейчас над ним будем работать достаточно много, потому что трудно оно произносится. Так вот, в любом вообще обиходе эти слова будут использоваться постоянно. У нас мы как-то обходимся без этого, а они нет. То есть, вы где-то будете, например, потеряетесь. Если вдруг дальше у нас будут разные с вами фразы, или вы кого-то хотите что-то спросить, лучше, конечно же, начать с обращения. Monsieur, madame и так далее. Точно так же где-то вы будете к вам, будут постоянно обращаться monsieur и madame. Плюс, если будут знать вашу фамилию, это, например, в отеле, будут обращаться к вам monsieur и плюс фамилия. Monsieur и имя не употребляются. То есть, не скажут madame Julie, скажут madame Lee, madame Lee, madame Lee toujours. То есть, madame Lee, madame Ivanova и так далее. То есть, разные будут варианты, но только с фамилией. Иногда, конечно, могут сказать имя и фамилию, но вообще при обращении с фамилией только это абсолютно нормально. Точно так же со словом monsieur, monsieur Sherbakov, par exemple, etc. То есть, любую фамилию могут поставить, но именно фамилию. Запомните, с именем. То есть, нельзя сказать monsieur Alexandre. Так не говорят. Можно где-то в фильмах услышать, но это даже как-то немножко иронично, что ли, звучит. Или, например, какая-то разная градация, может быть, иерархия, и кого-то, казалось бы, с уважением называют, но вот это впечатление не создается, что с уважением. К пастуху я слышала, месье Паскаль там обращались, и так далее в каком-то фильме. То есть, обычно говорят по фамилиям. Дальше. Madame – это дама. Получается, у нас госпожа, мы по-русски говорим. Monsieur и mesdames. Вы, наверное, слышали, если фильмы какие-то смотрели, там со сцены говорят madame et messieurs, дамы и господа. Но всё равно вы можете услышать. Если у вас будет несколько, к вам будут обращаться, вы должны это различить, уже если вы в язык так окунаетесь, вы в французске, вы должны это различить, и вам кто-то будет кричать mesdames, например, ваша комната готова, или что-то ещё. Вот. Или же к мужчинам будут обращаться messieurs. Дальше. Mademoiselle. Сейчас говорят, что это уходит. Я не слышу, что уходит. Меня многие называют mademoiselle. Скоро уже перестанут, наверное, но всё равно. То есть, где-то на улицах могут спросить mademoiselle. То есть, не могу сказать, что это уходит. Хотя говорят, что... Потому что madem же называют уже в возрасте людей, или вот сейчас уже в возрасте видно, что это, например, взрослый человек, уже не девушка. Или же, например, когда раньше это было, когда девушка выходила замуж. То есть, феминистки говорят о том, что почему статус женщины должен меняться в зависимости от того, замужем она или нет. То есть, называйте меня сразу madem изначально. Вот. То есть, такие бывают. Но вы можете услышать. Дальше. Comment allez-vous на вы? Как вы поживаете? Дословно, как вы идёте. Тут инверсия ещё. Можете выучить. Такая более демократичная фраза. Vous allez bien? У вас всё хорошо? Vous allez bien? У тебя всё хорошо? И тут, конечно, там у вас дальше будут ещё полезные фразы. Тут, конечно, всегда нужно, особенно незнакомым людям, говорить oui, bien, merci. То есть, не надо говорить, что у вас какие-то проблемы. Это практически ничего не значит. Это какая-то коммуникация, которая вот просто, чтобы вы соприкоснулись. Не надо жаловаться на жизнь или что-то ещё рассказывать. И не надо думать, что же я ему скажу. Я вот не знаю, как это сказать. От вас не требуется никакой жизненной истории. Действительно, рассказать, как у вас дела в деталях. Вам нужно сказать Oui, très bien. Et vous, vous allez bien? Опять же, можете повторить эту же фразу с интонацией хорошей. И всё, этого будет достаточно. И потом сказать au revoir. Это такая вежливость. То есть, немножко внимания человеку уделить. Они могут прибегать мимо. Например, вы будете в отеле долго жить. Даже не то, что долго, но несколько дней. И они уже Madame, vous allez bien? Будет прилетать горничная мимо вас. Oui, vous, merci. Bonne journée. Вот это будет очень быстро так проходить. И, в общем, не пугайтесь. Не надо никаких деталей рассказывать. Дальше. Comment ça va? В общем, всегда буду спрашивать у вас, когда вы в отеле внизу спускаетесь. Comment ça va? То есть, особенно они очень... Большинство из них, тех людей, которых я видела, очень такие внимательные. И, в общем, спрашивают, болтают. Особенно, если вы иностранец. И они... Вы ещё плохо говорите. Они с заботой так. Я вот слышала много плохих историй. Сама никогда не встречалась с этими плохими историями. Сама путешествовала много. С давних времён и студенты мои с ними ездила. Всегда были очень вежливы. Все и пытались медленнее говорить. То есть, они все добродушны. Все, конечно, не 99%, но вот тех, что я видела, я могу сказать, очень-очень много людей, которые хотят вам как-то услужить, делать приятное. То есть, не верьте никому, что плохие и не хотят говорить, например, по-английски. Другой момент, что они вашего английского могут не понимать, точнее, вашего французского, могут не понимать и на английский перейти. Это уже другая проблема. Ну, давайте посмотрим с вами фразы теперь по произношению, чтобы ваш французский, они понимали, не переходили на английский. Bonjour, фраза. Тут у нас носовое O и дальше такое глубокое U. И я вам рекомендую, конечно, сначала, вот давайте по слогам прочитаем с вами несколько раз. Bonjour. И посмотрите, как я артикулирую. Boom. Boom. У меня как шарик такой. Boom. Язык у меня внизу лежит. Boom. Boom. И дальше у меня вот такое U. Bonjour. Bonjour. Попробуйте еще раз. Bonjour. И давайте с вами представим, что мы с кем-то здороваемся. Bonjour. Bonjour. Вот так. Потому что иногда мы говорим, что они нас делают вид, не понимают, а на самом деле они не слышат, или мы как-то пробурчали. а открыто, громко, артикулируя. Bonjour. Bonjour. Прям кричим. Дальше то же самое. Тут у нас носовое Bon, а дальше идет вот так вот. Уа. Уа. Вот так губами нужно сделать. Уа. Bonsoir. Bonsoir. И давайте опять представим, что мы кому-то и говорим. Bonsoir. Bonsoir. Порадуемся. Bonsoir. Громко-громко. Смотрите на себя в зеркало и увидите, что вы действительно открыли рот. И вот это движение уа у вас есть. Bonsoir. А. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Дальше. Са. Открытый рот. Если вы сказали салю, это не слышно. Са. Лю. Салю. Салю. Voilà. И тут у такая красивая, знаете, если не получается, я слышу у некоторых учеников, которые только начинают, они говорят салю, салю. Вот это такое какое-то у, лю и так далее. Нет. Язык опять лежит внизу и вытягиваем губы очень вперед. Так. Са. Лю. Салю. Салю. Если не получается, давайте с и вести вперед. И. Видите, какая тонкая? Только не делайте вот так, значит, и. У. Вот так быстро. Нет. Медленно следите за тем, чтобы звук не соскакивал. и зафиксируйте тот момент, что у вас язык лежит внизу очень плоско и касается нижних зубов сзади, вот здесь. И я говорю. И. И. И получается. С. С. Лю. С. 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 И можете какое-то имя поставить, например. С. И. С. 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 К. Причем, когда они быстро это говорят, у них, например, вы можете иногда не слышать r, но смотрите, все по порядку. О. Глубокое такое. Дальше округленные губы вот такие и губа. Мы сначала с вами четко. Это сложно. Давайте по слогам. Мне нужны вот эти губы. А теперь представим, что мы опять с кем-то прощаемся, и это кричим, и интонация должна подниматься. Au revoir! И можно au revoir. Даже вот это r-a-r-a-r можно не произносить. Можете ее потренировать. У нас есть, кстати, курс фонетики. Там есть два урока на r, но если не совсем хотите таких прям четких звуков добиться, приблизительно хотя бы, можете немножко пополоскать водой горло, вот это r-a-r-a-r, и почувствовать, что там происходит. И уже без воды потом вот так вот, r-r-r-r-r-r-r. Вот голову можете поднять, вам это будет приятнее, проще уже, тело будет вспоминать. И вот это вот r-a-r-a, она даже на r-a немножко похожа. Au revoir! Можно даже r-a как будто бы поставить в конце, и вы поймете принцип. А потом его немножко надо пограссировать, чтобы он так r-r-r-r. Да? Au revoir! Ha-ha-ha! Между r-a и r. Au revoir! Au revoir! Voilà. И вверх. Au revoir! И опять давайте именно au revoir, Кати! Кати! Au revoir, Кати! Au revoir, Паскаль! Au revoir, мадам! Итс. Voilà. Дальше, à bientôt, à, bien, носовая эту, трудная она, неважно, можете немножко как и назвать, главное, чтобы она была, à bien, и то закрыто, à bientôt, и вытягиваем в конце, если вы скажете à bientôt, или все, что вы произносите, вы должны конец вытягивать, и вверх интонацию, bonjour, bonsoir, salut, все вытягиваем, если вы будете говорить bonjour, bonsoir, salut, это по-русски, вытягивайте, вам кажется это странным, они так и говорят, это другой язык, и очень он певучий, музыкальный, точно так же, à bientôt, кому-то я говорю, à bientôt, à bientôt, ensuite, ну тут n, чтобы сказать красивую n, нужно язык поднять вверх, и коснуться вверх, вот эти вот пространства, за зубами верхними, n, 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 pardon, bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne journée, кому-то вы желаете, вы когда произносите, прям желаете человеку хорошего дня, bonne journée, bonne journée, voilà, точно так же, тут было jour, n, смотрите, jour, n, bonne journée, bonne journée, bonne journée, и точно так же, bonne, только теперь, soiree, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, ensuite, тут носовое o, n не произносится, получается bon, смотрите, рот открытый, не закрывается, если я закрою, уже будет появляться новый звук, которого нам не нужно, bon, если закрою, bon, даже не могу вам закрыть, bon, видите, m или n появляется, так не должно быть, открываете рот, bon, и дальше уже с этого, on se jour, bon se jour, я желаю вам хорошего времяпрепровождения, bon se jour, ou глубокая она здесь, не ur, русская, да, bon se jour, нет, это не se jour, это bon se jour, ur, bon se jour, voilà, en France, va France, или в какой-то другой стране, en, это в Франции, да, bon se jour en France, давайте пожелаем кому-то, bon se jour en France, bon se jour en France, дальше, здесь сложное слово, у вас в документе есть транскрипция его, смотрите, m, o, n читается как m, это не по правилам, оно пишется одним способом, произносится иначе, чтобы произнести вот этот первый слог, нужно сказать, m, o, вот с таким прям ртом, m, o, а дальше s, e, s, e, m, s, e, e, язык тоже тут касается зубов, внизу лежит, и «е», «е», «месье», «месье», и там «месье», 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 «лефевре», «месье лефевре», «бонжур, месье», «месье лефевре», главное, не произносите вот по-другому, некоторые начинают «н» произносить или «р» в конце, нет, «месье», я тоже, когда увидела это первый раз, мне было вообще очень странно, что он так пишется, я вообще очень возмущалась, но мне помогло то, что я запомнила, как выглядит лицо, когда оно произносит, то есть я запомнила, что в одном случае оно округлено и открыто, «мэ», а в другом округлено и закрыто, «сьё», «мэ», «сьё», я вот прям запомнила то, как я это делаю, «мэ», «сьё», вы тоже произнесите, посмотрите на себя в зеркало и сразу понимаете, что «мэсьё», с «мадамма» ничего сложного нет, только «м», смыкаем губы и «м» чётко. Во французском конец слова важнее, чем начало, во французском вот большее внимание как раз-таки концу уделяется, а мы привыкли это сглатывать, едать, так что вот это «м» должна быть максимально звонкой, если бы мы по-русски сказали, мы сказали «мадам», и вот это «м» была бы нечёткая, а по-французски это «мадамма», «мадамма лефевра», «мадамма лефевра», «мадамма лефевра», Дальше, «мэ» закрытый, и опять «сьё», «мэссьё», 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 чётко, «ммэ», «мэ», «мэ». Вообще, для того, чтобы всё это произносить, у вас рот вот так должен в ходуном ходить. Если у вас рот закрыт, по-французски невозможно так говорить, смотря к чему вы стремитесь. Если вы просто хотите эти слова выучить и немножко говорить ими, пользоваться и услышать, то да, нормально. А если вдруг вы немножко хотите, пусть я буду знать ту одну фразу, но буду и произносить их красиво, то тогда, конечно, следите за тем, как вообще у вас всё двигается. Лицо должно быть очень активным. Посмотрите, вдохновитесь на то, как они это делают, потому что нам непривычно, мы на них смотрим, нам кажется странным, и мы ещё, может быть, не до конца себе в этом отчёт отдаём. А когда уже наша задача – артикулировать, как они, мы смотрим на них, надо же так делать, как я вообще, у меня ничего не двигается, нам попробовать губу поднять или рот широко открыть. Челюсть вообще у многих людей прям замкнута, не видно ни зубов и так далее. То есть этому всему надо учиться. Но, ну, давайте посмотрим следующую фразу. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Вы тоже чётко. Почему-то не у всех получается. Даже иногда говорю «скажите вы», а они как-то «у», «у», «ву». Вот с такими губами нельзя. Надо «ву», «ву». Вот чтобы губа дотронулась до зубов и вот она так вытолкнула. «Ву». Comment allez-vous? Comment allez-vous? Voilà. Дальше. «Vous allez bien?» «Vous allez bien?» Voilà. Дальше. «Tu vas bien?» «Tu vas bien?» Это «э» носовая. Можете, знаете, как представить, как будто бы вы после этой «э» носовой как бы «эн» произносите, но не до конца, то есть губы не смыкаете. «Bien?» «Хочу» произнести «bien?» «Bien?» Произнесла бы, но язык и губы не смыкаются. «Vous allez bien?» «En suite, tu vas bien?» И последнее. «Comment ça va?» Как ты поживаешь? «Comment ça va?» «Comment ça va?» И опять напоминаю «всё вверх». Давайте теперь всё это прочитываю и вы повторяйте за мной. И можете пересмотреть это видео много раз. Я повторю только один раз, но вы его прям много пока вот себя на аудио запишите, послушайте, как, похоже, не похоже. Сразу всё устанет, то есть будет трудно, то есть рот не привык у нас так работать. Отложите. Но главное, не переходите к следующим урокам. Останьтесь на этом, потренируйтесь, потому что, когда вы это отработаете, я уже в некоторый момент, например, не буду повторять следующих по поводу фонетики. Вы это отработаете, там вы уже не будете на этом останавливаться, то есть это уже будет отработанная база. Давайте прочтём. Я буду утрировать сначала. Сейчас утрирую немножко, делаю акцент на звуки, которые сложны, а потом, ещё раз я повторю, будет уже побыстрее. И с интонацией более естественной. Бонжур. Вытягиваю сильней. Бонсуар. Бонсуар. в стране МОССЮ, МАДАМЕ, МЕССЮ, МЕДАМЕ, МАДЕМАЗЕЛЬ, МАДЕМА, КОМЕНТАЛЬ-ВУ, ВЫ ОЛЕ ВИЕМ, СТИВА БЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕУ, И ДАВАТЕ ПОБУСТИ РЕdleЯичЕ НЕМНОШКА МНЕСТЕСТВЕНИЕ ПРЕЗНЕСТИ. БОНЩУР, БОНЦАР, САЛЮТ, АУ РЕВОРИ, А БИНТО, БОНЬЩЮ, Это попросительная интернация сделала. Мадам, то есть, может быть, я прошу обернуться кого-то дальше. Мадемуазель, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Tu vas bien ? Comment ça va ? Et voilà, это на сегодня все, вы большие молодцы, желаю вам успехов в преодолении вот этих азов французского языка, французского произношения, и переходим с вами к следующему уроку. Au revoir.